Здравствуйте дорогие зрители, с вами Андрей или же иной и сегодня мы поиграем в геншин, а то у него там годовщина скажем так, пятая версия вышла 5.0, натлон открылся, а я просто не играю в него, ну как я играю, чтобы зайти ежедневочки сделать, но надо бы и по серьезному зайти, цветы под палящим солнцем, тем более посмотрите на пиро архонта, или это не пиро архонт, но очевидно персонаж клевый, да и следующий персонаж тоже, который будет на коньках кататься, очень клевенький, скорее всего я буду крутить его, так что, давайте начнем, быстрый старт, одновременно включить режим приоритизации, да, 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 подтвердить и начать, режим приоритизации, а то у меня все пропущено, так, 3000 километров, ну что, побежали пешком, гавань порта, тоже надо бы как-нибудь пройти все эти миллионы квестов, ну ладно, мы будем напрягаться, посмотрим, что мы подготовили в этой истории, да, но вот счастье А еще мы прежде не встречали никого из Натлана Там живут рептилоиды, а не они some ome О, так ты знала, что мы уехали? Мы не нужны большие взрывы, это не на самом деле нашу вещь. Да, это точно не ваш стиль, но мы думали. И, ну, немного изменения никогда не уехала, да? Эээ, мы? Все эти обстаклы мы обернули стороной стороной. Ох, кажется, как это было только вчера. Не будь с другой стороны, партнер. Навиа со своим дробовиком-зонтиком. Если вы встречаетесь в любых проблемах, то нужно только позволить нам знать, не важно, что дистанция между нами. Партнеры, конечно, необычные. Но дистанция делает сердце становиться мягче, да? Одна вещь, но мы никогда не изменим. Мы всегда имеем впечатления, которые мы взяли вместе в этом времени. Уоу, вы все здесь! Все пришли, а где Орликина? Хм, я уверена, что мы встретимся вновь. Это мы будем. Я надеюсь, что мы слышим о ваших будущих путешествиях. Так что, будь уверена, чтобы остановиться и расскажите нам о них иногда. Ну, в связи с твоей впечатлительной департурой, мы соберем фотографии вместе? У-у-у, хорошая идея! Мы даже у нас профессиональный фотограф. Шарлотта, будь нам удовольствием? Поймон, оставь это мне. Просто дай мне минутку, чтобы установить камеру. Давай, Шарлотта. Настраивай камеру, делай... О, по-моему. Ты обрисовываешь об этом, Поймон. Поймон имеет человеческие инхабибы и свою уникальную культуру, как Фонтейн. А фиг ли, тогда они не выходили в другие страны? Это просто так. Из-за того, что у них есть локальные культуры. Нативные люди выбирают, чтобы не уйти. Прям все-все-все. Они не увлекли к университетам, но... Люди путешествуют там для бизнеса и лезвия, и обычно возвращаются с ничего, но хорошими вещами, чтобы сказать. А иногда не возвращаются. Многие члены Спина также посетили в прошлом. Ну, это релеф. Надеюсь, ты нас не сглазила. Ну, с точки зрения твоей опыт и силы в таком случае, я не уверена, что ты сможешь преодолевать все, что в вашей сторону. Но, я надеюсь, что ты сможешь избежать опасность в этом случае. Неудобный путешествий может быть хорошим изменением. Хорошо, я готова. Поехали? Ну, а то, путешественник, Бон Бояж! И... Красивенько. А, хотите, чтобы я со всеми вами поговорил? А. А, Я слышала, что есть место в Нат-Лэнде, которое производит precious stones. В следующий раз у меня есть Лолла в работе, я должен идти плачу тебе посещать. Самоцветный. Собственно, путешественник. Вы приезжаете домой в любом случае. Если вы позволите нам знать в предыдущем, то мы сможем срабатывать еще больше людей, чтобы поздравить вас, когда вы вернете. Это будет довольно живописно. Чисто обманыли меня. Больше фотографий, все мы разным. Итак, ну что, телепортируемся в Нат-Лан. Посмотрим, как тут у нас в Нат-Лане живется. Все-таки новый регион. Причем, где можно в дракончиков превращаться. Вау! Так вот, это Нат-Лан! Так много странных моря. И так много животных, которые Паймана никогда не видела. Алипаки. Аааа... Хаа. Не выглядит, как будто бы есть какие-то городы вокруг здесь, но... Давай, пойдем. Давай, пойдем туда. Давай, пойдем туда. Хаа. Доброе идея. Зачем найти людей, значит, что мы можем узнать информацию о городе Аркона. И, когда мы встретили Аркона, мы должны иметь лучше идею, о том, что мы ждем в нашей путешествии. Архон, ты тесно связанную со своими народами. Ну, Хаимон, надеюсь, что это будет легко, чтобы вместе с ним. Если мы не находимся на их плохой стороне, мы должны быть в порядке. Тут будут турниры до крови просто. Огненный турнир. Сверху под палящим солнцем. Отлично. Ну, что ж. Семена какие-то там. Что это такое? Что я активировал? Что я сейчас сделал? Я загорелся. Ладно. О, что это за место? Откуда здесь столько гонщиха разрыва? Милее дебиль, где гонщие разрывы? Я не вижу ни одной. Так. Гонщие, не гонщие. Слишком мило их стороной в воде заходить. Он умер. Вырезаем ему живот. Эй, здравяк, все хорошо? Встать сможешь? Ой, ему совсем плохо. Что же случилось? Как же надоели летающие призрачные псы. И вообще, от летучих не жди ничего хорошего. Ты ведь сама летаешь. Пайма не такая, как они. Ладно, об этом потом поговорим. Миледи, посмотри скорее. У нас осталась еда, надо его накормить. А потом пусть отдохнет. И тогда скоро будет как новенький. Слишком поздно. Он слишком долго. Поздно. Нет. Тяжело дышит. Нет, Миледи, ему, наверное, ужасно больно. Можешь отдыхать, здравяк. Ты молодец. Тяжело дышит. Тебя еще что-то тревожит? Тяжело дышит. Ты хочешь еще что-то сказать? Дай, дай руку избранницы драконов. Дай мне руку. Объединить силы и тогда убедить все и освободить всех. Миледи, что происходит? Надо действовать, а ты витаешь в облаках. Нет, просто голова немного закружилась. Здравяк. Я что тут зря распинаюсь? Это твое желание или... Протянуть руку к умирающему зверю? Протягиваем руку. Что ты делаешь? Мы объединили силы. Миледи, ты. Этот драк вдруг взбодрился. Стоп, Миледи, это ты. Ты внутри него. Мне ведь это не сниса. Используйте силу Заваряна, чтобы разбить груды камней. Можно сначала спасем этого малыша? Спасем малыша. Превращение в драконов. Одни копают камни, другие там, наверное, плавают, летают. Идя прыгают. Что-то подобное. Бум. Искрясно его просто выкопаю. Эй, малыш, ты в порядке? Ррр. Хе-хе. Что такое? Выглядишь ты неважно. Наверное, хвост болит. Ты порынял хвост, когда падал? Ммм. Ррр. Вот бы его перевязать. Хе-хе. Настал звездный час, Пайман. У тебя в рюкзаке столько всякой всячины, что нужные вещи приходится искать битый час. Так что давай лучше возьмем для перевязки шелковый шарфик из аварийного рюкзачка Пайман. И где же твой рюкзачок? Хм. Спрятан на надежном месте, само собой. Так что, нужен тебе шарф или нет? Нужен, нужен. Спасибо, Пайман. Хм. Так, малыш, не шевелись. Сейчас мы будем тебя обматывать. Ха-ха. Миледи, он такой послушный. Рррр. Вот так. Ну что, малыш, тебе по лучшему? Рррр. Ты такая милота. Ну вот, кажется, ему лучшим. Фух. Ну слушай, как ты оказался в ловушке? И откуда взялись гончие разрыва? Ммм. Выходит, ты сам не знаешь? А даже если знаешь, мы все равно тебя не поймем. Но теперь мы тебя спасли. Можешь идти домой. Ммм. Ох, ты что, не знаешь, где твой дом? А твои родные? Или этот здоровяк и был? Что нам делать, Миледи? Не можем, видимо, бросить его здесь. Придется резать. Рррр. Можно пока что взять его с собой. Хе-хе-хе. Да, вдруг в Натлане мы отыщем его родных. Вот только Паймон впервые видит такого зверя. Избранница драконов. Неужели? Ммм, ты слышала что-то подобное? Знаешь, Натлан называет страной драконов. А вдруг наш малыш тоже дракон? Не, я думаю, это рыба. Очевидно, рыба. Ррр. Он немного похож на вишепа. Но у него две лапы и хвост. Две лапы и хвост. Ррр. Малыш? Я не против взять его с собой. Но сначала надо убедиться, что он согласен. Да, ты права. Малыш, ты согласен путешествовать вместе с нами? Малыш такой. Если кормить будете, на все согласен. Ха-ха, кажется, согласен. Да, Паймон зовут Паймон, а это Миледи. Ррр. Да, тебе тоже нужно имя. Надо подумать. У тебя черно-желтый окрас. Может, назовем тебя Оладушком? Ррр. Наверное, такое имя поймут только в хорошем охотнике. По-моему, ему не нравится это имя. Хорошего. Мы принесли Оладушек. Это рацион. Паймон пытается спихнуть в себя эту почетную должность. Не получится. Нет, Пей, ты прости. Не приглашу никого. Ты хочешь сказать, больше никому нигде оно не понравится? Ррр. Хочешь, чтобы Миледи придумала тебе имя? Но у Пайма не уверена, что она придумывает что-нибудь путное. До сих пор у меня не было проблем с придумыванием имен. Бедняжка. Ну и судьба тебе досталась. И что, мне называть его? Это слишком жестко. Ну так как ты хочешь его назвать? Хм. Вы можете дать новое имя малышу через подтвержденное согласие. Так как имя можно изменить в ограниченное количество раз. Хм. В общем, как бы назвать адекватно. А мне понравился Оладушек. Хотя, конечно... Мне понравился... Эх! Оладушь. Олад? Ну тогда будет Влад. Влад. Цепишь, а? Влад цеп. Потому что вампир будет пить нашу кровь. Тогда дадим Влад... О, что имя Влад цеп? Не знаю зачем. Аааа, отлично. Пофиг. Всегда же можно переименовать. Ну не всегда, несколько раз. Ры. Кажется, ему нравится. Пайма надеется, что в надлане нам удастся наждать твою тайну. И заодно выяснить, почему Биледи вдруг очутилась в теле дракона. Кстати, Миледи, ты как себя чувствуешь? Ты ведь в дракона превратилась? Нигде не болит. Нет, только небольшое заврианское недомогание. Заврианам быть тоже неплохо. Что еще за недомогание такое? Нашла время для шуток. Знаешь, Миледи, Пайман не слышал, чтобы люди в надлане превращались заврианов. Странно все это. Стоило нам оказаться в надлане, а уже столько всего случилось. Ну и ладно. И как нам теперь отсюда выбраться? Просто идем вперед. Ммм, ты знаешь, где выход? Куда побежал? Беги быстрее. Что там? Частицы, восстанавливающие флагистон, возникают впоследствии при касании флагистону или уничтожении объектов, которые его содержат. Кроме того, существуют объекты, постепенно пополняющие уровень флагистона. Хорошо. Особая высокотемпературная энергия, которая встречается по всему надлану в самых разных формах. Существуют разные способы получить флагистон. Некоторые механизмы активируются и работают только при поступлении флагистона. Вселение души. С помощью таинственной силы вы можете вселяться в заврианов надлана. Заврианы обладают различными навыками и особенностями. Используйте их способности, чтобы передвигаться по надлону и исследовать его. В состоянии вселения в первую очередь расходуются флагистоны Завриана, в которого вы вселились. То есть его флагистоны тратятся. Уникальные формы жизни, которые при определенных обстоятельствах могут переходить в состояние светоча души. Вселиться светоча души, чтобы активировать его силу, принять исходную форму Завриана или управлять ее. Тепелитлизавр. Тепелитлизавр. Сложно. Пробурив землю, те способны перемещаться в любом направлении и даже продвигаться вверх внутри скалы, используя флагистон. Прыжки в состоянии подземного бурения активируют короткие скоростные рывки. Карабкаться по твердому флагистону, забираться на некоторые обычным способом нельзя. Ага, по плоскому такому. Его острый коктелеку уничтожает препятствия на пути. Хорошо. Олени. Надеюсь, вас не надо гасить, ради каких-то врагов. Выйти. Снова мы здесь. Странно. Светящий вещество был куда-то пропален. Хм, Пайман слышал, что самое многолюдное место в Натлине называется Стадион Священного Пламени. Может, там кто-то знает, что случилось с нашим новым другом? Давай, при случае, прямо туда и отправимся. Мясо птицы. Чувствую себя просто жестоким человеком. Ну все, теперь пошла серьезная добра. Воу, посмотрите эти цветные фотографии на стенах. Мы должны быть на правом пути. Просто пышками так. О, христальных жуков. По-любому, этих христальных жуков нужно 180 собрать. Ух! Так, вылезти. Испариться. Что за место? Земля Эхо занесена в архив. Ладно. А вот и люди местные. Ну, конечно, граффити у них тут, очевидно, любят. И свирлить. Я извиняюсь, Качина. Я знаю, что это не правильно, чтобы мы возвращаемся к нашему миру. Но Кемпоа и я должны делать хорошо в этом пилгримии. Только идель. Древние пилгримии. Мы просто обычные древние пилгримии, с годами в борьбе, с годами в борьбе, с годами в борьбе. И у нас нет благословения, чтобы показать это. Не забывайте, что физическое влияние от всех этих борьбов, мы не остались в своем премии. Так вы что, хотите все еще соревноваться, но вы уверены, что с ней команда плохо, то есть надо зарегистрироваться в хорошую команду? Я не понимаю, что он хочет делать. Говорит, что Качин неудачница. Я просто желаю, что я сильнее. Я ничего не сравнивая с другими древние пилгримии, но не забывайте. Я думаю, что это только для курсов Уттабити, да? Я уверена, что я узнаю что-то. Ну, если мы хорошо делаем, то есть еще один участок для тебя в борьбе. Мы уйдем в команду победителей и пригласим тебя. Какой смысл был к ней раньше присоединяться? Да, даже если мы не участвуем в соревнованиях вместе, мы все равно друзья, да? Нет. Конечно. В любом случае, вы должны идти, пока не слишком поздно. Идите, идите, мы вас победим. Разорвем. Не без покосика, Качина. Все будет хорошо. Мы не можем остаться в стороне. Почему у тебя варежки? Хотя тут довольно тепленько. Уттабити-стойкость. Что такое древние имена? Право участвовать в Войнах Ночных Дозоров. Давайте посоревнемся. Так. Все. Обычно в партнерах, поскольку там подскажем, это оборудование. В первой части шутки. В первой части шутки. В первой части шутки. В первой части шутки. Обычно, который был наиболее командиром, он играет в их команде. И он играет в различные борьбы вокруг Натлан. Он хочет, чтобы обновить в кафе. Флэм. О, и в Анчинском Неймберерском, просто кто-то, 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 кто-то. Когда команда закончена, участники от победных командов квалификации, чтобы участвовать в индивидуальных один-он-одневных матчах. Да, эта скача выглядит довольно огромной. Смейте, если Анчинские Неймберерские ведутся команды, то это значит, что ты должен быть командой команды. Я точно так же. Хотя я не имею в виду командов. Класс, чтобы победить, это в силу команды команды команды. Это все, что все говорят. Но, э, разума в силу между борцами может практически быть ночью и ночью. Так что, их решение действительно подходит. Я чувствую себя в таком случае, если бы я был в их руках. Что будешь делать? Все Анчинские Неймбереры должны быть участвовать. Это наш дюйм. Так что, если никто не хочет быть в моем команде, то я просто не могу это сделать. Важно, я смотрю на несколько экстраскриптов и скротчетов. Я не хороша в борьбе, но я всегда успела вернуться на меня в течение в не время. Пссс, путешественник. Боя на направлении этой конверсации, Пайман считает, что это может быть время, чтобы мы делали свое дело. Похоже, настал тот самый момент. Да, да, время для следующего паза нашего путешествия начать на самом деле. Эм, о чем вы говорите? Мы можем вступить в твою команду. Просто потому что в какую команду мы не вступим, мы уничтожим всех врагов. Даже если вступим в слабую команду слабому капитану. Только натлонцы. Да, героями надо не стать. А вот эти откуда взялись? А вот эти откуда взялись? Потому что мы суперсильные. О, не волнуйся. Но путешествия достаточно для нас трех из нас. Дуды, драгоны, гиганты, нарваны. Она может дать им все походу за их мороз. О, я понимаю. Ты способен оберегать мою силу, потому что ты уверен в твоих силах. Ты оказалась в трудном положении, и я хотела помочь. Мы добрые слишком. Хорошие трудные. А «Все трудно». Вы знаете, что что вы не из у с точно. Это точно как я хочу быть. Вы планируете в натлон за немного, а нет? В когда я помню, вы здесь здесь ? Да, ты знаешь, есть дес или Покажи нам все. А как же твое состязание? Ладно, я согласна. Спасибо! Кто бы думал, что я получил возможность встретить такие удивительные развивающиеся! Сегодня должен быть мой счастливый день! Ну, иди со мной, вы тоже! Я покажу вам, где я встала, и я вам покажу вам в нашу трибу, Дети Эхо! Дети Эхо, потому что тут Эхо, блин, вот это сверло, конечно, божественное. Привет! Меня зовут Качина! Я учитель из Дети Эхо! Я обожаю зеленые фрукты, и хотела бы стать более сильной! Даже если я еще не очень сильной борщикой... Ну... Наверное, я должен оставить все это позже, да? Тогда, эм... Ты успеешь идти куда-то? Хм... Хотел сказать так, что... Я хотел к вам присоединиться, все такое, но я не особо хорошо в битве... А, наверное, об этом не стоило говорить... Хм... Качина теперь ваш компонент, просто на халяву дали. Мильника. Используя элементальный навык, она входит в состояние благословения ночного духа и призывает турбовихрь, который помогает в сражении. Если активировать элементальный навык долгим нажатием или когда на поле есть турбовихрь, качина оседлает его и сможет перемещаться и карабкаться быстрее. Более того, если сменить персонажа на качину во время карабкания, спринта или полета, то она появится верхом на турбовихре. Что можно прямо во время полета изменить? Ммм... Эта способность известна как передача ночного духа и может использовать только в натлане в областях с логистоновыми механиками. Прикольно. Ушел, качина, пошли. Уоу... Эта штука там выглядит супер-интимидативно. Ты уверен, что она не будет уходить? Хе-хе-хе... Не волнуйся. Наша команда работает близко с стонами. Это одна из наших символов, в самом деле. Она не уйдет куда-то, я помню тебе. Ну ладно, предположим. Это как ружье, которое висит, а потом жахнет. Многие из наших народов любят музыку и танцы. И имеют удивительный вид ритма. В прошлом, аутландеры приехали только для изучения нашу культуру и обращения видов. У меня тут сцена такая. У меня тут сцена такая. Побежал. Пожалуйста, я вас познакомлю. Это Айо, моя сориенка-победа. И также важный участок моей семьи. Накормите чем-нибудь? Хе-хе-хе... Он говорит, хеллооо! Я думаю, он тебя любит. Заурьен? Так в Нетленде вы сегодня consider заурьеном, как часть вашей семьи? Сейчас такой, у нас есть свой Заврион, а раз у нас есть свой Заврион, значит мы Натландцы, все. Готово. Ох уж эти политические вещи. Ну это неплохо, чтобы поесть и привезти с ними. Это мощный мужик. Есть хочу, давай кушать. А вот и наш Заврион. А вот и наш Заврион, вот сыпешь. Хорошо, вы тоже, уходи, уходи, уходи. У меня есть какие-то важные бизнеса, чтобы обеспечить. И тогда я вернусь. Нет милашек, хорошо? И лучше не идти, чтобы не привезти к вашему новому друзьям. Это милашки, конечно. Копьё какое-то. Милашки, конечно. Чисто модный мужик. Ну конечно, очевидно, непись, который не игровой, и просто игровой персонаж. Разрисованный, прекрасный, и вообще четенько все. Вот такой. Покаль. Покаль не впечатленный. Хоть волос упадет, упадут и ваши головы. Кем вы являетесь? Какое эти доказательства нужны? Воу-воу-воу! There's no need for that, Chief! They're good people! I can feel it! Feelings isn't going to satisfy your parents, Kachina. Всё в порядке. Это разумные опасения. How about... We show you our adventure handbook! It's where all our previous travels are recorded! Сейчас скажет, что за вранье такое? Вы победили драконов, кто в это поверит? Не поверим. Работай с тем, что есть, Покаль. Ее фамильяр. Паймон – гаид! Гаид, гаид, эти румы начинают из-за контроля. Ну, окей, может быть, это не так плохо. Это делает тебя выглядеть очень мощным и мистерным, путешественник. Погоди, есть ли что-то особенное в этих названиях? Ты не слышал? Нет. Нет. Попробуй хорошо от нее, Качина. Это невероятно, что ты никогда не был учителем большим гражданом. Сразу одобрился. Молотком, дашь помахать. Молотком, дашь помахать? Врет и некраснеет. Молотком, дашь помахать, но я быстренько на моих ногах. Качина пытается не беспокоить его, да? Я понимаю. Ну, я... Я надеюсь, что я не обрабатываю ничего только сейчас. Если я сделал, просто скажи мне, где ты вышла, и я смогу помочь с объяснением. А можешь записаться в команду героев? Так. Я рассказал им о Лиабе. Так, сейчас будет правильный момент для того, чтобы обрабатывать наши названия. Хорошо, что ты здесь, Качина. Я не думаю, что я могу объяснить это очень хорошо. О, да! Правда! Эта церковь пройдет в нашу конверсацию, так что именно это означает? Ну, Нат-Лан... ...это народ из героев, ...это великое действие преследовало и распространено во время времени... ...на в форме истории. Вы можете подумать о антибиотическом названии почти как... ...а лейбл для этих историй. Возвращение антибиотическое название, ...это мы вспомним о эпохи сагасов... ...это херос-пост. Например, самый известный мальчик моего антибиотического названия... ...бел в 27 войнах в войнах. В то время, когда он боролся в его последней войне... ...это уже более 60 лет! Даже если он не был где-то, где он был физически, ...это он еще успел достигнуть в топ-рэнкинге во время пилограмма. Интересно, да? Антибиотические названия позволяют нам сохранить историю прошлого. На первое, заточка в почку. Неплохо так. Просто как мне! Хе-хе-хе... ...это я не уверена, почему Ар-Вайя выбрала меня из всех людей. Потому что ты стойкая. Но если я не знала историю прошлых героев, ...это, как они никогда не остановили бороться... ...это я, наверное, бы умерла в долгое время назад. То есть это своего рода проявление душевной силы. Тогда ты говоришь, что эта стона не имеет никакого силы? Как, она не сделает Паймон очень сильным или умным? Нет, это я никакой камень не сделает. Никакого. И это, именно так, как он реагирует свою уникальную цену. Позвольте это так же. Если ты становишься героем, потому что небесы дали тебе силы, ...это твои триумфы получены или дали? Ну да. Ты герой, потому что тебе дали силу. Кто ты без этих... ...без этой способности? О, Паймон это! Если люди начинают задавать такие вопросы, ...это история вдруг становится гораздо меньше инспирательной. Кто-то говорил о старых названиях. Наши предприниматели скрыли святое в обсидианное дерево. Но будущие предприниматели смотрели на них и видели силу. Мираклы прошлого становятся мотивации прошлого. Могуты прошлого становятся мотивации прошлого. Могуты прошлого становятся мотивации прошлого. Это, более-менее, глист. Так что нет, Качина. Многие люди трудно понимают, ...это Виабе, после получения старого названия. Если ты никогда не остановишься, ...править твои силы и преодолеть себя, ...это время придется. Спасибо, Паймон. Я сделаю это вместе. Просто вы смотрите! Конечно, от ребенка требуют, ...чтобы он пошел уже на Олимпиаде участвовать. Нас все-таки запишут в команду. Апира Архонт там будет. Апира Архонт там будет. ...пока-пока, дождь. Дождь-вождь. 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 И да-всцо. Так что-лидя. Мы дог photographs пару раз после встречи. Дождь-вождь. plastic-ликер. Субтитры делал DimaTorzok Ха, ты очень заботливая, но врать нельзя Но немножечко эгоистичного желания проставиться тоже хочется Иначе какой бы смысл тогда выбирать команды с крутыми капитанами, ну? Чтобы победить Вперед Просто полетел Потому что могу То ты можешь получить свои новые Блестящие элементальные способности путешественницы Насколько я слышал, там не дают Огненных способностей путешественницы В драконов превращаешься Чё, тебе мало, что ли? Ха, ты можешь получить элементальные способности Из статуи The Seven? О, Джесси, смотри, Кашина Ну давай Активируйте Покодан, не растеряяешь ты Своего благородства Весь мир будет открыт для тебя Откройте мне карту Бум Потому что архонты всегда давали силу Через башни, но эти Через статуи, но все еще архонты Я ничего не чувствую Никакой реакции Да, как правило, так и есть Есть еще Не только глаз бога, но еще глаз порчи Давай, покажи нам Мне это не надо, надеюсь, нажимать ни на что Электричество Вода Ветер Вау, разные элементальные силы Сделаны по одной человеку Я никогда не слышала о чем-то Такое Дай мне попробовать Сейчас Сейчас качал Только гео Значит, ты труженица Поэтому тебе стойкость Я правильно Ты действительно Что-то особенное Я не знаю, что-то особое Просто ждите, пока ты слышишь о наших Продолжение О, что это? А все Дракон Дракон Динозавры Диплодоки Шикарненько, конечно О, это Дракон Конфеты 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 Запись Среди расписанных вершин Красиво Определенно красиво Отправитесь на стадион священного пламя Ну, давайте полетим Наверное, надо было скидываться вниз Наверное, надо было скидываться вниз Ну, просто так полетим Мы просто так полетим И инспекируем Не уходите, друзья Ты что, я не понял Это бандит, я не понимаю Что ты хочешь от меня? Извините, вы должны быть путешественники? Не Мы торговцы Ох, простите Ну, неужели этот маленький Тепетелезавр Ваш спутник? А какой красивый шарфик У него на хвосте Энергичный малыш Да, это Влад Цепиш Мы познакомились с тем, как только прибыли в Натлан И с тех пор он путешествует с нами Есть давай Вы путешествуете вместе? Просите, что лезу не свое дело Но не опасно ли так делать? Спасибо, я буду осторожней, чтобы меня не съели Влад Цеп не съесть тебе Разве на отлоне люди из Завриана не спокойно уживаются вместе? Неужели опасность в самом путешествии? Влад Цеп не может преодолевать большие расстояния Дело не в этом Много ходить это полезно и для Завриана, и для человека. Но прошу прощения за откровенность, ваш Тепелезаврик в отцеп немного иной. Извините, я уже столько все наговорил, но до сих пор не представился. Меня зовут Манку. Я научный сотрудник Ассоциации реликвий Заврианов, отвечающий за исследования некоторых племенных обычаев. Ждал возле портала, чтобы поймать меня. Проще говоря, я исследователь, изучающий древние обычаи племен. Имя детеныша Тепелезавр я уже знаю. А как зовут вас? Пайман зовут Пайман, а ее зовут Миледи. Я есть хочу. Сколько же энергии. Вижу, Пайман и Миледи хорошо о тебе заботятся. Они меня кормят? А как же, мы съели много всего вкусненького вместе, да, Влацеп? Влацеп не впечатлен. Ах, Влацеп, прекрати же бегать. Бедняжка, такой активный малыш. Ммм, так в чем же именно опасность? Простите, я не силен в формулировках, но я действительно очень сожалею. Позволь сразу перейти к делу. Ты, должно быть, видела много Тепелезавриков, но Влацеп отличается от них. Это красные метки на роге? Это не та метка, что имеется в обычных зеварианах. На самом деле, в записях она называется благословением Повелителя Огня. Ш-шу-ка-та-тль, шу-ка-тль. Зварианы с этой меткой часто обладают невероятными способностями, например, огромной силой. А некоторые могут быстрее плавать или выше прыгать. Но это же хорошо, разве нет? Но живут они 10 дней. Как я уже сказал, это благословение Повелителя Огня. Они их собственная сила. Это сила зеварианов из далеких эпох. Тела современных зеварианов Натлана не способны выдержать такую мощь. Вайл и Царственной Мощи отвергают эту силу. Где там у него... Огненная там красная точка. Рог там, не вижу я этот рог. Ммм. И не желают принимать таких зеварианов. Поэтому по мере взросления сила либо отправляет их на тот свет, либо сводит с ума. И оба варианты очень опасны. Возможно, тебе стоит дать его детям эхо. Они разберутся с ним надлежащим образом. Разберутся? Я же говорил, на мясо надо пустить. Прости мне мою грубость. Но лучше оставить этому местным жителям. Спасибо, что все мне рассказал. Но ты все равно не откажешься от него так. И не отказывайся от друзей. Хмм, дело твое. Что же, путешественница, я вижу твою решимость. Не знаю, стоит ли тебе рассказывать, ведь это тайна, которая известна только местным жителям Натлана. Если ты хочешь попытаться спасти Влад Цепиша, тебе нужно взять его с собой в паломничество к вулкану. Согласно легенды, воины племени брали дар, разделены на две части, и в большом вулкане смывали имя своего спутника, который запомнил покойный дракон. Он смывали, чтобы заново, видимо, не было у него этой мегасилы. А затем делали так, чтобы из-за вариан был вновь принят в царство ночи. Почему ты рассказываешь это мне? Потому что теперь люди шести больших племен не предпринимают такие попытки. Да и мне некогда. Другое дело ты. Ты путешественница издалека, не скованная племенными стереотипами. Если тебе это удастся, ты докажешь, что описанное в древних записях и на свитках, чудом не превратившихся в пыль, остается верным и по сей день. И это крайне важно для меня. Если решишься попробовать, я помогу отыскать местонахождение дара. Ты можешь найти его и спасти своего спутника. Стоит попробовать. Тогда я свяжусь с вами, если найду упомянутое место. Если можете или можете найти меня сами, я в ближайшее время буду проводить исследования в племени Детей Эха. До встречи. Итак, сотрудник Ассоциации Реликвии ушел. Спасибо, что быстро так листаете. Я прям обожаю. Ну правда, Влад Цепиш, в следующий раз не нужно так сноситься. А вот у него красные рога там. Эх, миледи, тот человек из племени уже ушел. Он же не сказал ничего странного. Эм, понимаешь, он умрет. Ну, то есть Влад Цеп болеет, и мы должны раздобыть все необходимое и отправиться в ухлукану, чтобы вылечить малыша от Влад Цепиша. Р-р-р. А может это был из этих самых обманщик? И на самом деле он тут пытается нас заманить, чтобы мы крутое имя смыли. Ах, кажется, Влад Цеп мало что понимает. Но ничего, мы быстренько решим все проблемы до того, как он подрастет. И он будет жить долго и счастливо. Уж не знаю, насколько можно доверять тому человеку, в любом случае. Миледи, нам стоит и самим поискать этот дар. Возможно, мы найдем его даже раньше. Влад Цепиш. Р-р-р. Влад Цепиш, ты пойдешь с нами. Р-р-р-р, если будете кормить. Предлагаю продолжить путешествие и попытно поискать дар. Дай кировку. М-м-м, ай. Гайвард, уйдет! Ты что? Нет, я не буду там с тобой активировать способности. Семена там. Так. Пожалуйста, поднимите ноги. О, неплохо. Не безумство. Они прямо-таки хочут, чтобы мы катались на них. Кто меня хочет уничтожить? Неважно. Они все слишком миленькие, чтобы их уничтожать. Так. Печать свернутой травы. В Натлане вам могут встречаться символы, которые напоминают свернутую траву. Вот это вот, да? Потомки крон, умело обращающиеся с крюками кошками, а также юмкозавры, могут использовать их для быстрого перемещения. Хм. Иногда вы обнаружите печати свернутой травы особенного цвета. Если их активировать, создаст лист пристанища, и на котором можно ненадолго остановиться. То есть, либо крюк кошкой, либо по платформам прыгать. Итак, мы шли-шли, куда мы пришли. Звучит так, будто ты смотришь на мир желудком, а не глазами. Неплохо ты затарилась. Ходячий бухет. Я задумался о том, что случилось со статой семи архонтов. Ваш архонт-подделка. Похоже на то, что сделал Фурина. Хм. Ты find it hard to believe, too, huh? То, что это не норма, то? Я думаю, что я просто привыкнусь к какого-то дела в Натлан. Ну, based на то, что мы видим, это не обычно как это работает. Это не так легко, чтобы человеку стать архонт-подделка, да? Продолжение следует... Но это должно быть коинцидент. Многие люди поддерживали этот титл за годы. О, я должен также отметить, Пилгримент — это как мы выбираем пироархон. Никто может обеспечить титл, ты просто должен показать твою силу. Так что контакт — это все о том, как сильны вы. Да, мы верим, что перспективность в борьбе — это самый компенсивный тест для будущего архона. Плюс, когда кто-то появится в победе, это сложно по-аргумению с результатами. Наш current архон получил огромную победу. Это результат был obvious от начала. Не просто я не знаю, что даже у меня нет. Я даже не говорю, что они не видели архон с такой силой силой силой. Но это как Киев Пакал сказал, сегодняшний лимит — это сегодняшний лимит. У будущих архонов будет идти в силой 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 силой. Окей, Паймон будет игнорировать человечество, что становится Арконом. Просто, если она действительно так сильная, вы считаете, это хорошо или плохое для нас? Если мы подумаем о том, что случилось в Имазуме... Я не волнуюсь об этом. Мы собираемся создавать проблемы. Я попробую. Но только люди из Натлана могут использовать эту мощь. А я человек из Натлана. Скайверт! Готовь! Итвы. На полность. Я тоже из Натлана. Меня похитили в детстве. А что хорошее-то происходит? Там диплодоки идут. Сейчас наступит на эту штуку, и она сломается. Что-то приближается. Тото, я ем. Большой, добрый, здоровяк. Эм, Паймат не так уверен об этом. Это немного страшно, не думаешь? Он огромный! О, хороший момент. Вы все-таки с этим делитесь, Пайма просто летит рядом. Сейчас мы поедем на драконе, оседляем дракона. Вау, видение даже лучше, чем здесь. Чуть выше вантажный, тем лучше вид. Ты и Тото близко к Качино? Да, когда я маленькая, мои родители и я пошли в стадион Санкт-Петербург. Я не знаю, что у меня есть. Я не знаю, что у меня есть. У меня есть. Добряк Стадион священного пламени А если бы я его Не активировал Вы посмотрите Мы практически как пудели Только не пудели Дайте мне кусочек карты Отлично Да, здесь явно что-то не так Ты по-прежнему не можешь получить силу элементов от статуи Да что с ней не так Может ей нужен ремонт статуи как старая Наверное это потому что Натлан особенный Кстати об этом Может все дело в том что Натлан постоянно подвержен влиянию бездны Паймон не имеет ни малейшего понятия Что значит влияние бездны Звучит С умами криповыми подозрительными Какой-то разбежался Блин, мужик Нет Нет Нет, мужик Я не хочу с тобой говорить Своими заманухами-то меня Ну хотя ладно Запрыгнул Давай, мужик Ты хотел с тобой поговорить Вот он, я пришел Что, уже не хочешь? Арена славы и триумфа Это что за белая тяга такая полетела Догоню сейчас Давай, давай, давай За этой белочкой Догоню сейчас Догоню сейчас Догоню сейчас Уже эти киберсознания Догоню сейчас Догоню сейчас Догоню сейчас Догоню сейчас Догоню сейчас Ахав Улетел И ты пришла, Муалани. Эх уж Муалани. Хмм, я собираюсь выиграть состязание, просто сразу за и заявлять. Хо-хо, bold statement. I like it. The rule against outsider participation is a long overdue for a change anyway. I don't see your teammates with you, Kachina. Where are they? They... went to join teams with a better chance at winning. So you're saying you've been ditched? Again? Again? That might give them an advantage during the team stage, but it all comes down to individual strength sooner or later. Yeah, well... I couldn't even promise them we would make it through the team stage. The outcome of the team stage usually depends on the ancient name bearer after all. Hey, now. There's not a single person here that can promise their team victory. You're putting too much pressure on yourself. Mualani, why do you have too many different costumes? Besides, you're not lacking strength at all. You just need a bit more confidence. You were only three victory short of reaching the Nightwarden Wars last time. Wait, so if the pilgrimage is like a national sporting competition, then what are the Nightwarden Wars? The former is a battle of skill, the latter is a real war. A war against our eternal enemy, the Abyss. I don't know. So they're here too. Well, wait a second. You're saying the prize for winning the pilgrimage is the chance to go to war? That's not too far off. That's why it's called the Nightwarden Wars. The pilgrimage chooses the strongest warriors among the tribes, and those warriors fight to repel the Abyss in defense of our homeland. Their names and deeds are then recorded in epic tales passed down over time. That is the highest honor you can achieve in Natlan. No, it's very dangerous. Yes, but that's the nature of war. Danger comes with the territory. Resisting the Abyss is our duty. But we're not alone in this fight. We also have the blessing of our Archon, which allows for our safe return. It's something we call the Ode of Resurrection. Which does exactly what it sounds like, basically. Resurrect people, you mean? Yep. So it's not so scary, really. Our Archon's blessing gives us the courage to keep moving forward. Let's go register. We don't have much time. Wait, what about you, Kachina? You're not really planning on competing solo, are you? We really wish we could help, but we're not from here, so it doesn't seem like we can take part. There's no threshold to the number of participants. With the sheer number of teams, it's practically guaranteed chaos. We just write and no one knows. No matter how strong or experienced the warrior, victory is never assured. In a situation like that, it's always better to have someone to watch your back. Oh, how about this? When we register, why don't we ask if these two can have special permission to participate? Odds are the answer will be no, so if that doesn't work, well... I only have a few teammates this time. If someone else could take them, then... You're not asking me to lead your team, are you? Look at you, mind reader. So, what do you say? With how strong you are, it would practically be an upgrade for my teammates. Fine by me, but doesn't that leave you and Kachina as a team of two? There's a world of difference between that and flying solo. Besides, we're a formidable duo. I bet our new friends here will agree that two is always better than... Oh, you mean us? We're all together, Spimon. You're right! Two is definitely better than one! It's just like the old saying we have here in Natlan. No one fights alone. But... what if I drag you down? Kachina, don't depress me. We'll have fun. Listen to yourself. You'd be hard pressed to find someone in Natlan who can beat us when we're together. Hearing you say that does make me feel a little more confident. Still... Teams really contain more than one ancient name bearer. People are definitely gonna think of us as cowards. The rules don't forbid it, so who cares what they think? It's not like they left us any other option. Well, I'll leave you to break the news to your soon-to-be former teammates. I'm not good at stuff like that. Oh, I know. They deserve to hear it from me anyway. Just give me a second, you guys. We can go sign up together once I'm done. This is the place. Let's wait for Mulani here. Let's wait. Let's wait. Did you see the flags at the front gate when we entered? Oh, yeah. There were flags, weren't there? There were some symbols. Those are our tribal flags. One for each of the six tribes that make up Natlan. Including the children of Echoes. Why the sudden tour guide routine? I said I'd introduce them to Natlan. And we've got nothing better to do, so I might as well deliver on the promise. Fair enough. Well, I'm from the Scions of the Canopy. We live high in the mountains and have the closest ties to the Yunkasaurus. My friend Mulani belongs to the people of the Springs, a seaside tribe. The scenery over there is beautiful, and you can find some really tasty fish. That just leaves the Flower Feather clan, the Masters of the Nightwind, and the Collective of Pliny. If we get a chance after the pilgrimage, I'll be sure to show you around. Well, if we're talking tribes, allow me to stand in for our chief, and welcome you on behalf of the people of the Springs. Narod Rodnikov. Mulani, you're back! We were just talking about you. Everything settled on my end. My teammates took it unbelievably well, actually. Your reputation is really something else, Kanich. They probably just didn't see any drawbacks to your proposition. We're saying the same thing here. You, my friend, are a formidable competitor, and they recognize that. Anyway, thanks for waiting, you guys. Let's go register. Hello there. Here to register for the pilgrimage? That's right. I wanted to ask, though. These two travelers are very interested in the competition. Any chance they could take part? I'm sorry, but only people from Natland are eligible to participate. You couldn't make an exception just this once? This traveler is a renowned adventurer. She's more than skilled enough to participate, and I'm sure the audience would be interested in seeing what she can do. It's not that simple, Miss Mulani. Even a single exception sets a dangerous precedent for countless interested parties in the future. The purpose of the pilgrimage is not only to select strong warriors, but also to collect contending fire from the battles. This is the fire that fuels the Sacred Flame. Natland is only safe from the invasion of the Abyss while the Sacred Flame burns eternal. Oh, so there's another purpose for the tournament. That was the initial purpose, actually. The first goal is to burn the war. Every participant, whether they win or lose, contributes to the defense of our nation. That's what makes it such an honor to take part. Exactly right, Mr. Kanich. Contending fire can only be produced in battles between people of Natland. Hmm, only between Natland? I don't like that. Outlander participation would inhibit the production of this fire, which could, in turn, jeopardize the Sacred Flame. Oh, so it all comes down to the contending fire. I understand the importance of this event. Well, you can still enjoy the event from the stands. I'll try to get you some good seats. That would be great! Tourists like us are better suited to being spectators anyway. Dill, there's something that Paimon was wondering, actually. If there is the Oda of the Day, why do you need to go to the rescue of the war? Because, surely, the Oda of the Day may be a small group, but not all of them. You read Paimon's mind, traveler? Why doesn't everyone just fight together? The power of resurrection has its limits. For starters, the Oda only works on those who bear an ancient name. That's why ordinary people who emerge victorious in the pilgrimage aren't sent to fight the Abyss. It's for their own protection. Although, they're still afforded the same honor as those who triumph over the Abyss in battle. That brings us to the other condition for resurrection. Not much to this one, actually. Just one word. Victory. Victory? The Victors shall burn bright, while the Lusers must turn to ash. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. The victors will bring into the empirical war. What does it mean? из-за того, как можно победить бездну и при этом умереть? Как-то сложно звучит. Зачем победителям возрождаться? Да, они победили, да? Неужели победителей, которые требуют воскрешения? Ты должен подумать о том, что в детском уровне. Например, пять Репресентитов будут отправлены, чтобы воскрешить Абисс. Даже если четыре из них уничтожить, Резурекция вновь будет эффект. Все, что нужно, для одного человека вернуться в Викторию. А, ну понятно, чтобы поход был успешным. Это все-таки опасно. Это все-таки опасно. Продолжение следует... 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 Болельщица номер 2. 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 Болельщица номер 2.